Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал VitaSicPlay. Life is Strange before the storm продолжается. Мы с вами после ночной гулянки оказались в комнате Хлои. Давайте посмотрим, тут её дневничок. Да-да, я назвал тебя лузершей. И знаешь почему? Потому что тебя не было на концерте в Firewalk прошлой ночью. А там был даже Фрэнк. Он мой наркоторговец. И да, мам, если ты читаешь мой дневник, да, он мой наркоторговец. А тебе не стоит читать мой дневник. Лузерша Макс. Это всё о ней. Возможно, эта ночь была лучшей в моей жизни. Я шла к старой лесопилке через лес по железнодорожным путям, а затем наезжала на тупого вышибалу у входа, пока тот меня не пропустил. Ну да, друзья, мы там прямо с вами зажгли. Выиграли этот баттл. Выступление было охренительным. Кто бы мог подумать, что подобная группа приедет в такой захолустье, как Аркадия Бэй. Нахер Сиэтл. Ещё мне достался в качестве сувенира крутецкий фингал. А, да, это нам заехали, короче, там пару уже, мудил один. Ничего такого, но там ещё были два мудака мужское достоинство, которых я смешал с грязью. Было круто. Ах, да, кроме того, меня спасла самая популярная девушка школы. А какой была твоя ночка? Лузерша. Знаешь, почему я перестал регулярно ходить в школу? Возможно, по той же причине, по которой ты перестала мне регулярно писать? Забавно. Мне стало тяжело придумать отмазки, поэтому я просто перестала посещать занятия, чтобы не надо было оправдываться. И всё же прекрасно, никто ничего мне не говорит. С ума сойти, да? Как будто я внезапно стала неуязвимой. Видимо, есть плюсы в том, чтобы быть дочкой мёртвого папы. Никто в школе понятия не имеет, что со мной делать, поэтому всё просто облегчённо вздыхает, когда я туда не прихожу. О, ну, очевидно было. Жаль, я не сразу поняла, что так можно. Столько времени зря потратила. В прошлый раз, когда я рукоблудничала, в моей фантазии ворвалась приз из бегущего по лезвию. Я сначала подумал о горячем парне Декарде, но приз его затмила. Наверное, ничего особенного, просто хочу чёлку, как у неё. Ой, электро-овца. Хорошо. Ладенько, дневничок мы с вами тут почитали, а можем встать? Как-то походить, что ли? О, фотография. Надо взглянуть. Привет, Макс. Привет, пап. В раю без изменений, верно? Чуть не очень похоже как-то на Флою. Вот эта вот девушка, которая... девочка, которая в центре. Скорее, блин, на Рэйчел, наверное, она больше похожа. Да и Макс тут тоже совсем на себя не похожа. Ну, один только у Уильяма. Как был, так и остался. Алло, я. Дуй на завтрак бегом. Там ждут яйца и бекон. Прошлая ночь. Выступление ворвал. Два мудака. Та девушка. Короче, потопали на завтрак. Это правда была Рэйчел Эмбер? Естественно. Кто ж еще? От меня несет сигаретами и пивом. Надо было переодеться. Хорошо, переоденемся. Так. Мистер Акула. О, давайте посмотрим. Интересный факт. Детеныш Акул поедает других зародышей в утробе матери. Может, я единственный ребенок по той же причине? Ты че? Хе-хе. Кожешь сказать, сожрала всех своих братьев-то мысестер? Так. А тут че у нас? Это просто фантазийный плакат. О, медвежонок. Ну, конечно. Как же в комнате девочки да без мягкой игрушки? Грейте смертный в лучах светящегося медвежонка. А, он еще и светящийся. Прикольно. Спаси мисс... А, спроси мисс Аркадия. Короче, это Аск. Давайте прочитаем. Дорогая мисс Аркадия. Мисс Аркадия. Че-то не очень понял. Слышали, что к нам приезжает Фаер Валк? А, я во всех тусовочных местах спрашивал, но никто не в курсе. Сервжа-22. Видимо, не во всех тусовочных местах. Дэдфан. Не знаю ответа, но подниму тему в топ. Рэнд. Короче. В принципе, тут ничего особо важного, друзья. Поэтому, ну, кто захочет, пожалуйста, ставим на паузу. И читаем. Я думаю, что это нам информация не особо интересная. Может, тучу. О, там у Хлоя Прайса держание. Виктория еще есть прокомментировала фотографию, на которой вы отмечены. Для просмотра фотографии нажмите на следующую ссылку. Господа, ссылочка-то не работает. Вы какую-то, не знаю, фейк, наверное, кого чёрт кинули. Ладно. У меня какие-то смешанные чувства, и большинство из них негативные. Опять, почему. Давайте тогда прочитаем, что у нас тут. Рэйчел, Файр Валк, Тревор, Завидки. Короче, тут переписка. Э-э-э-э-э. Ладненько, хорошо, тогда... Пойдем дальше. Что у нас тут еще фотка есть? Это и правда была Рэйчел Эмбер, и она спасла мне жизнь. Прошлая ночь вообще была реальна? Ну да. Академия Блэквилл Орлен, Грэхом Хоя Прайса, Хейден Джойс, Зак... Короче, тут все. Все абсолютно собраны. Целое прям сборище Блэквилла. Наверное, звук. А нет. В принципе, звук на уровне. Так, что у нас тут еще есть? О, что-то улучшить, может. А что улучшить? Это что, какая-то таблица? Что за таблица-то? Химия, жизнь становится лучше. А, ха-ха-ха-ха. Так прям у нас ботан, прям ботаник такой. Тебе нужен позитивный заряд. Миджей 420. А что это за формула такая новая? Ладно. Что у нас там еще будильник? О, будильник можно выключить. Или это радио было? Не, будильник. О, табель успеваемости. Ну-ка посмотрим сейчас, как ты там учишься. А, че, а, я его выбросил, что ли? Ага, вот это никому не нужно видеть. Спасибо. Блин, а я хотел посмотреть. Ладненько, короче, выбросили-выбросили. Фиг бы с ним. Очевидно, что у него там хреновые просто оценки. О, я еще паснул вчерашние тусы, мне правда нужно переодеться. Пошли переоденемся. О, тут самый шкафчик, которым мы пытались спрятаться от Дэвида. Игра еще за Макс. Да, взглянуть. Что это такое? Раньше я любил скейтборд. Скейтбординг, а скейт единственный способ передвижения, бросающий вызов в системе. Окей. А может тут еще вещички будут? О, зеркало. Давайте посмотрим. Неплохо, Хлэ. Маме понравится твой новый образ. А, че там изменилось-то? Типа подстриглась, может? Ладненько. Опа, а вот мы уже переоделись. О, так лучше. Изменить? Да пойдет, пойдет, короче. Пойдет. Все. Красотуля, красопета прям. Короче, погнали. Хорошо так. Оп. Задвинуло. Молодцом. А мне действительно про спускаться. Пойдем, пойдем. Или еще один комод? Ну да. Макс написал мне этот диск несколько лет назад. И так, как это Макс, ни одна песня не была спирачена. Пиратская мощь. А, Бон, запомнится, находили мы уже такой диск. Было дело. А в этом у нас что? Концерты, на которые мы ходили с Эллиотом, были крутые. Они не сравнятся с Флэр Вал. О, там еще что-то круче есть. Я сохранил для тебя все билеты. Теперь ты должна удалить то фото, где я танцую. Только ты сможешь оставить меня так расслабиться. Поздравляю нас с двумя месяцами. Эллиот. В смысле с двумя месяцами? Они что там, не тусили, встречались что ли? Это типа ее парень? Может даже бывший? Так, мистер Коу. Ну все, короче, друзья, пойдемте. А, нет, погодите. Сорвать можно. Никаких больше единорогов, принцесс и чертовых радуг. Граффити. Не подведи меня в память на слова мудрости. Вы промахнетесь сто раз из ста. Гениальность это... А что за гениальность? Стив Джобс подтвердит. А ну что там, его что-то нарисовало? Давайте почитаем. Приспособьте или умри. А-а-а, ясненько. Ясненько. Ну все, тогда топаем. Выйти. Черт, где мой телефон? Тут его нет. Как же я вчера-то набралась? А, как же я вчера-то набралась? Флоя, я сказала завтракать. Думаю, стоит набрать себя с маминого телефона. Может, я его посеяла? Так, ладненько, сонелочка пошла. Так, телефон и мама, скорее всего, в ее комнате. Позвоню с него на свой, чтобы узнать, где. Где же я его оставила? А-а-а, хорошо. Пойдемте тогда умыться. Думаю, умыться сначала. Нужно. Э-э-э, так. Че тут у нас? Любимая полцентка Капитани Синей Баранты. Бразы всей Аркадии Бэй. Ну-ка, 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 погодите. У меня тут, короче, идея одна возникла, если сработает, конечно. Мама закрашивает седы в пряди, чтобы произвести впечатление на своего парня. Может, волосы и его крит стоит, и мне стоит перекрасить свои волосы. Прочесть стойкая, но щадящая краска для волос. Миндальная зря, эффект длительного закрашивания седины. Без аммиака. А, нет, я немножко не на эту краску рассчитывал. Да, ладно, хорошо, больше там ничего нету. Типа, я думал, там синий будет цвет волос, и Хлоя перекрасится. Ну, ладно, как бы, фиг с ним нет и нет. Короче, всё, друзья, больше тут нас ничего не интересует, и отправляемся мы с вами вниз. Хотя, хотя тут ещё есть комната, ладно, фиг бы с ним. Хотя нет, всё-таки сходим, пойдёмте быстренько туда заглянем. О, кровать, книга. Иногда, чтобы высоко взлететь, нужно упасть на самое дно, чтобы хорошо оттолкнуться. Фу. Никогда не сдавайся, одна искра сжигает лес. Уже лучше. Я, насколько помню, это типа спальня Дэвида и Джойс, вроде бы. О, открыть чё-то можно. Шкафчик. Ой, полку. Зачем нам охранить эти старые каталоги? У нас же всё равно нет денег, чтобы что-то заказать. Ну, и кто его знает. Может, у неё там чё-то и имеется. Мама снова заправляет свою постель? Думаю, это хороший знак. А чё, она, не заправляете по постели? Нифига, мамочка, тут, блин, плохой пример подаёт. Так, наверное, всё... А, нет, ещё телефон есть. Думаю, маме телефон в её спальне. А, так вот, короче, нам нужно и телефон найти. Свой тут. Сначала маме телефон, а потом позвонить на свой. Как мама может смотреть на это фото каждый день и замечать, с каким уродом встречается? Ну, ничего, такая обычная фотка, по-моему. Да и Дэвид не такой уж и урод, как оказывается. Давай же, звонякой. Вот стопудово, она где-то его вне дома посеяла. А, нет. Ещё, и где он звонит-то? А, похоже, мой телефон где-то рядом. Оп. Ну, значит, он в комнате получается, да? Но мы откуда вышли-то вообще? Нет, не отсюда. Да, господи. Тогда пойдём сюда, сходим. Нет? Так, телефончик. Дон Дэстас? Может, он в ванной тут где-то? А, вот он. Шкафчик для лекарств, полотенца. Где-то он здесь, короче. Нифига, блин, мать, а ты чё его там в шулю утопить хотела? Взять. А вот и ты. Интересно, сколько у меня пропущенных? Не, а чё он там делает-то вообще? О, мама, Эллиот, Фрэнк, Макс. А у нас тут, короче, пропущено вот-вот. Мама. Ты домой сегодня собираешься? Хлоя, ты приедешь к комендантскому часу? Так, вот, в твоих действиях будут последствия. Эт, нас уже предупреждали. Слушай, Джоэш, мы... Ты уже не пугай пуганых. Так, а ещё наверх можно, короче, пролистать. Ты домой сегодня... А, это было, короче. Всё это дело было. Так. Назад. Эллиот. Давайте с самого начала почитаем переписку. О, какая ну-то длинная, походу. Эллиот. Тест по испанскому дерьмо. Повезёт, если сдам. Ору. Чё тут ещё... Ага. Да, тут чё-то чё-то на каком-то непонятном языке написано. Иос... Сиенто. Чё это? Ха-ха-ха. А, короче. Короче. Да, думаю, всё норм будет. Окей. А, какие планы? Да так, нужно одну хрень сделать. А, ну ладно. А, сделала даже по химии? Я... А, неа. А, ты уже третий раз не делаешь. А нахрен нам эта домашка нужна? Да я уже и так всё знаю. Ну я вот о том же. Нахрен тебе, по-моему, эта домашка. А, всё, что ли? У нас с Фрэнком... А, у нас с Фрэнком что-то есть. Давайте тогда почитаем. А, так. Тоже довольно-таки длинная переписка. А, твоё дерьмо у меня. Урашечки. А, ну сорян, я на мили. Твоя проблема. Можешь на денёк продержать? С чё бобы это? Я же твой любимый покупатель. Разве? Фрэнк, есть чё? Ты всё ещё мне должна. Помучить меня хочешь? Пошути тут ещё. Пошути тут ещё. Да у тебя ж этот номер, чтобы наркоту толкать. Ну, блин, ну чё, ну ты... А, так, стоп. Ну, блин, ну чё ты... Ну, сегодня же день травки. И у неё каждый день день травки. Встретимся только если у тебя есть бабки. Чёрт, давай позже отдам. Ну и всё на этом, я так понимаю, переписка закончилась, да? Элиот, Фрэнк, Макс. Давайте с Максом ещё почитаем. О, а нет. Короче, тут... Хотя нет, тут есть и сообщение Макс. Думал, тут чисто всё в одну калитку, как говорится. Прости, что не отвечаю тебе на электронные письма. Смс-ками общаться легче. Фига себе, Макс объявилась. Как делишки? Ты тут? Ох, прости меня ещё раз, я была очень занята. Тебе бы точно понравился все это. Подробности позже. А, Макс? Может доберусь автостопом когда-нибудь? Привет, хиппи! Извини, может нам следует обговорить время для звонка? Без проблем. Смотрю-ка я свой график. В Аркадии Бэй 7 вечера, а все для небось уже 2019 год. И не говори, может на выходных созвонимся? Конечно, звони в любое время. Дай знать, как будешь на связи. Эй, королева Сверчков, что нового? Так, и вот, короче, что-то игнор пошёл. Макс? Ох, хер, Макс нас игнорит. Зараза, охренела вообще. Короче, ладно, всё, смски. Ой, завтракай, захвати с собой сумочку, пожалуйста. Да-да, будет сделано. А что за сумочка-то? Кажется, я видела мамину сумочку в её комнате. Хорошо, пропали. В её комнату. Так, стоп. Кровать, комод, телефон. А где же сумочка? Давайте откроем, может там что будет. Фу, мало того, что Довит приходит к нам на ужин, так ещё и это. А прейзики, которые предохранятся-то надо. Телефон, комод... Всё. Ну, пойдём тогда в эту часть. Сходим. О, я, завтрак! что-то было тут кроме книги вот наверное это сумка будет дать нет а нет короче таком от мы опоздаю школу ты слышишь и блин мать эту сумку тут еще между прочим может тут где-нибудь они не 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 куда-то пошла подруга пойдем дальше вот сюда кольцо мамины старая обручальное кольцо должно достаться мне если я когда-нибудь ступею настолько чтобы выйти замуж 2 категории да иди ты нахер ломбарда аркадий бой стоп мама продает свое обручальное кольцо ну да видимо денег действительно не хватает на оценочная стоимость ломбарда как аркадий бой срочная выдача наличных кольцо с полупрозрачным алмазом 2 категория страхования стоимость 1200 это понимаю баксов фактическая стоимость 300 сумма кредита 500 только оценка покупка не гарантированно ok а вот сумочка вот она сумочка давайте взглянем нужно отнести ее маме хорошо а можешь еще ему телефон захватить да ты охренела мать слушай и хватит копаться мне нужно с тобой поговорить ты же сама поднялась и взяла эта фраза уж точно не заставит меня поторопиться именно что еще обленилась короче пойдемте вниз и дома наконец-то можешь положить сумочку на обеденный стол если торопишься успеешь позавтракать шоу я иду к тебе пошли ты от обеденный стол сумочка лая у меня еще куча дел бегом сюда где ты есть пойдем вот так здесь поговорить поговорить привет мам ты хотела со мной поговорить хлоя что случилось ничего особенного в кости вляпалась косяк я смотрю последнее время ты много туда вляпываешься когда я отправлю тебе текстовое сообщение как этой ночью хлоя я жду ответа можно просто сказать сообщение не обязательно добавлять текстовое жду ответа без твоего и хитства прости я исправлюсь я спала я спала я спала и не видела твои смс до сегодняшнего утра твоими усилиями тебе все турне доверять это все о чем ты хотела поговорить да что с тобой дэвидом такое на вы всегда сразу же берете быка за рога почему не можешь мило побеседовать перед школой дэвид школа обручальное кольцо у нас тут кстати новый диалог подчеркнут давайте его выберем ты что продаешь обручальное кольцо хлое ювелирные изделия отправляют на оценку по разным причинам например для страховки хорошая отмазка как насчет того чтобы не заходить в мою спальню когда меня там нет а как насчет того чтобы не просить принести тебе твои короче ее вещи она охренела просто такого ответа на джойс ну и правда слушай ты сама типа попросила а теперь говоришь а как не считается бы не заходить в мою спальню что охренела что ли дэвид ты ведь понимаешь что я ненавижу твоего парня всеми фиброблей души да хлоя ты его ненавидишь он зовет меня дамочкой просто говню ну он слегка стармодный ага стармодный говнюк и школа у нас осталась точно тема школах моя любимая раньше тебе нравилось учиться а еще я раньше думал что наркотики отстой я бы хотел чтобы ты так и дальше думала да давай не будем ругаться я приготовила тебе завтрак спасибо я пользуюсь чем-нибудь перекусу сейчас кое-что расскажу тебе понравится как-то раз я приготовила яичницу из четырех яиц 2 для себя и 2 для дэвида и тут он спрашивает а что это мне это должно понравиться не выспалась да будешь знать как нарушать все правила чего я знаю во сколько ты пришла домой ночью и не думаю что сможешь прогулять школу раз снова пропустила фокус чего бы а как ты думаешь кому звонят из-за школы и школы из-за твоих пропусков а по-моему врач что ты болеешь господи слишком быстро твои оценки твои пренебрежения моими правилами я вижу как ты качаешься по наклонной меня это беспокоит мам не ожидает меня многого тогда я не разочувствую никогда тебе нравится то о чем ты сейчас занимаешься в жизни хорошо продолжать чтобы прекратил оправдывать твои отзывы перед блэк вон о господи школе деньги отложены на учебу да как же все быстро идет а ничего не понял не жалко жалко что нет возможности времени перемотать ладно может меня нужно снова стать покоя может дэвид сможет помочь да вряд ли на дэвида будем рассчитывать может меня просто нужно оставить покоя а может тебе всего 16 ты сама не знаешь что тебе нужно дэвид считает что тебе нужно дэвид не стоит лезть в свое дело не свое дело думаю это хорошо дэвид позволяет проявляет интерес к твоему воспитанию на папа был хорошим человеком дэвид придурок папа был хорошим человеком папа был хорошим человеком это несправедливо я рада что в твоем сексе по прежнему есть место для твоего отца но иногда нужно давать шансы другим людям и иногда когда отчаяние одиночества достигать у пика мы даем шанс абсолютно не не тем людям ман у дэвида тоже были тяжелые моменты в жизни если он будет любезен а я бы хотел чтобы ты послушала его да пусть только попробует на пушечный выстрел подойти когда он сегодня повезет тебя в школу очень смешно ты будешь милый ты будешь вежливой и ты его поблагодарить погоди ты что серьезно да это же да это же что хлоя мама старается все уладить может и мне попытаться не зачем если это значит что придется предполагать и делать вид будто хорошо одну зачем нам общаться отнести с пониманием сказать что чувствуешь давайте пониманием отнесемся мам я знаю что я не нужна тебе так как раньше но ты мне нужно ты всегда будешь мне нужна ты же моя мама я горжусь тем что ты не по годам самостоятельная девушка но помни этот мир на 100 что против тебя ты невыносима но я люблю тебя и я тебя люблю дэвид ждет ему нужны ключи они в той пепельнице что ты сделала постарайтесь не убить друг друга ладно только если он не начнет меня получать или как-то хлоя или вообще смотреть на меня хлоя мам хорошего тебе дня и тебе принести дэвиду ключи чуть ли не самый унизительный о чем мама меня могла попросить ну чё ладно будем тогда искать ключи давайте я делаю эту пепельницу для маминых ключей и только для только для неё я так понимаю что это у нас полагаю дэвид любит жаркое в этом доме теперь делают так как нравится дэвиду ну пусть спада дэвид тут дэвид тут тут короче будет хозяином воздухе видать божественный аромат бекона со меня все равно тянет запихнуть себе в рот то эти странные сухарики так еще по тут еще что то есть не то чтобы я не не поблагодарна неблагодарная дочь а просто когда мама работает закусочной на такую еду не всегда тянет но согласен честно вот когда на человека прям уже слишком не то что пахнет воняет едой это прям ну такое себе так чё тут еще опина старая копилка матюгальника мы тратили его последнее ругательство мы тратили его последнее ругательство на поезд на провистое молоко ну да да помнится типа черт еще один доллар в банк ругательств банку ругательств дэвид не уедет отсюда без своих ключей так что нужно быстрее их отдать ему хорошо пойдем тогда медлить не будем а чекайте кстати вот чё хотел сейчас дать газету посмотрим что там в газетке наши пишут о сын шона прескота нейтан ходит на школу яблочко задницы далеко не падает бляс на халая как выдаст так выдаст я тут пишет 7 мая 2010 года пятница закрытая судостроить судостроительного завода застройщик шон прескотт пообещал что когда он приобретет завод увольнения будут минимальными а на деле сообщил что прекращать все работы начиная с этого момента пиздюк он ебаный далее последовал далее последовала неудивившая старожилов города ликвидация пенсионного фонда союза портовых грузчиков аркадий бэй мишель кинти робертсон юрист консультант фонда прескотов оправдали эти действия правом возмещения непогашенных долгов типа у них долги короче страдать должны другие как бы рабочие ну ладно фиг пускай короче там разбираются сами ну вот связаться с шоном прескотом для получения его комментариев не удалось более само собой объявлено предупреждение десных пожаров для всех жителей аркадий бэй разведение костров и запуск верверков на запрещенной территории облагается двойным штрафом я ректор уэлл позвольте подчеркнуть что мне гигантская полка спасибо за внимание еще хвои ты нищие у тебя а чё дальше продолжение там не будет ладно газета аркадий бэй увеличение платы за обучение позвольте подчеркнуть что это происходит не из-за финансовых проблем утверждает ректор уэл ректор рэй уэллс мы изучили стоимость обучения в престижных академиях такого же рейтинга как наша и просто хотим оставаться конкурентоспособными родителями родители учащихся блэквелла вкладывают деньги в будущее своих родителей они в дома для отдыха далее уэллс сообщил что вдобавок к стипендии за отличную успеваемость в этом году ее получили второкурсники стал скилл и брук скот существует стипендия в зависимости от потребностей для учащихся с высокими показателями академической успеваемости нихрена честно говоря не понял было конечно интересно но типа в чем разница между этими стипендиями ладно короче неважно все на этом лысые гнида были опа сумочка от сумочка которую мы принесли наши мамочки снежный шар давайте сначала посмотрим чувствуешь себя в ловушке не ты один а теперь потрясти его тёчок такой чё за нахрен сейчас произошло надо вообще там охренел походу так а пепельница вот она и здесь ключи у нас да должно быть по идее а вот и ключики давайте возьмем ну вот и все а я честно говоря думал друзья что все будет как надо скорее отдать их дэвиду чтобы он умотал отсюда отчетом написано мы защитим это короче брелок я так понимаю на память что ли ему там дарили дэвиду сослуживцам же у нас военный получается вот нет смысла оттягивать пытку поездка школу с дэвидом пожалуй надо идти хорошо а сейчас пойдем короче помните когда нам нужно было уильяма спасти не дать ему уехать на машине вот здесь лежал кепка и там были ключи это думаю блин сейчас будет отсылка опять же как вот в начале с поездом и тут будет сейчас отсылка просто к прошлой части но нет так не было тут мы с макс пролили маме на вино думаю мама сменила ковер только чтобы продолжать на меня злиться золи мы просто не можем позволить себе красивые вещи а я так понимаю не сменила хорошо это у нас какое-то гнилое растение до поливать цветы в доме моя обязанность но напоминать мне об этом мне должен был папа так так что тут никто не виноват на типа самой помнить не и как пофиг да пофиг типа папа нет значит я не буду это делать ладно хорошо опа значок еще тут какой-то так нет погоди на мне в ту сторону нужно мама попросила дэвида отвести меня в школу если этот кошмар самое время проснуться спасибо мы тут одного уже придерживаем а че там написано поддержи наших ветеранов а мы тут одного придерживаем да именно придерживаем ладно поддерживаем телек папа все собирался купить плазму жаль что этого как и не произошло я бы забрала этого плохиша себе в комнату не тебе денег покойся так все дальше очень ну как раз вот будем по пути выходить когда я смотримся заодно тут письмах из блэк вала никогда не будет ничего хорошего согласен это как письма из школы блин не знаю там визит учительница к тебе домой у мамы снова проблемы с оплатой учебы моя степень не покрывать все блин как будто мне нужно чтобы волос начал еще сильнее до меня докапываться просроченная задолженность 500 баксов штраф за просроченный плачешь 50 баксов того получать 50 до 550 баксов просим вас провести оплату в течение 30 дней с момента получения квитанции а с благодарностью академия блэквилл будущее в совершенстве да уж те же самые счета мама не хочет чтобы я знал что я хоккей работает уже около года сук хахель бля этому да очень то хахель только на его короче только не называет ярмарка вакансии работодатели ждут тебя 21 апреля среда радуша аркадий бэй помощью написания резюме консультирование по вопросам трудовой деятельности хорошо он кстати потом устроиться к нам в академию работать охранником все все на этом друзья пойдем тогда дальше коридор нужно ну разве что фотографию можем какую-то смотреть достойте смс к погоди ты так папа сдал эти снимки теперь когда давид почти живет у нас интересно как скоро мама их запихнет куда подальше ну что не так останутся висеть почему бы и нет так а мы можем вот как-то смс ки посмотреть где они у нас тут а вот они степ какой-то пишет привет у меня твой здесь можешь забрать перечко спасибо пошел что ли а вот короче начало типа привет это хвоя оставив генгер генгерин ну и все дальше мы по сути читали на это девочка я думал то пацан какой-то ладненько как мы еще пойдем тогда потопали ну еще давайте уже на окно для полной коллекции посмотрим этот модуль серьезно повезет меня в школу это точно моя жизнь убейте меня успокойся ты тебе всего потерпеть то немного все выходим а нам одеться то не нужно вообще типа ну ладно короче как есть просто уже поедем ну окей ну и кусок дерьма да и тачка тоже которая потом будет стоять хрен знает сколько у него в гараже и почему вы же ничего не собирать целую вечность мы надеемся вы мужчины увидите без нас нет мам клянусь он сам себя без остановки лупасил монтировкой до смерти ссылка хлоя это что фингал нет неподчинение не удивительно что твоя мать так от тебя волнуется как мило на твоем месте в том возрасте я тоже любил кулаками помахать но это безответственно ты обязана вести себя лучше ради матери ну давай облюдок повтори чем я обязана тебе и маме похоже изоляция электропорода повредилась ты не знаешь для чего нужна свеча да она воспламенит ты что не слышал меня я сказал и что знаю тогда принеси мне набор торцевых ключей с гаража и мы поедем да с хера ли тебе должен что-то носить ну и что это традиционное семейное времяпрепровождение нужно поскорее найти ключ и покончить с этим ладно хорошо пошли самый крошечный член вообще аркадий бэй в росту уже стебать его о почему это дэвид оставляет свой хлам в нашем гараже он что планирует к нам переехать конечно конечно он планирует он переедет это чё у нас это хлам какой-то а у них есть глава о том как вести себя тачку без ключа маме на ухаха с обрыва в дубку по короче не успел просто не знаю можно еще раз прочитать так стоп а в них есть глава о том как завести без ключа тачку маме на ухаха для чтобы столкнуть ее с обрыва друг спрашивал а вот ящик с инструментами ладно хорошо если там ящик с инструментами там должны быть значит ключи но мы еще хотим осмотреться раньше она висела в гостиной качества момента прошла целая вечность а кто это вообще типа может джойстон с уильямом только прям в глубокой молодости коробка с вещами отца упс похоже мама снова разгребала вещи похоже на то что у нас еще тут есть газонокосилка дэвида может нам с мамой так и наш газон нравится об этом он не подумал папин ящик с инструментами он так воодушевлялся когда что-то давал отсечь или ломалась на трудоголик трудоголик хозяин короче любит везде порядок был точнее хозяином черт эта система стояла раньше папиной мастерской надо забрать ее к себе в комнату ладно так тут у нас еще камера какая-то старая отцовская камера для таких вещей и еще выпускают пленку ну да может выпускают так есть еще огнетушитель тут может стоит наполнить его бензином на случай если машина дэвида когда-нибудь заведется да а загорится тебе это надо сгорит и сгорит а мы смотрели что теперь надо ящик брать интересное свой инструмент дэви тоже в этом ящике хранит естественно ну да вот эти самые разводные ключи взять шансы что я разобью и миру ему рожу 50 на 50 60 на 40 90 на 10 там ладно все пошлите ему понесем эти ключи и поехали уже в конце концов в школу а мы еще можем поговорить но давайте сначала поговорим но до сих пор не нашла торцевой ключ или тебе даже такое простое поручение не по силе короче да да у нее мы нашли ты чё на нас гонишь слышь ты бля можно было и побыстрее брать да закрой ты рот болеть уже вот так ну да я честно я понимаю даже ходе слушай бля ну какого хер он так с нами базарить то хренел что ли вообще видишь там проблема все указывает на отложение сажи знаешь чтобы действительно могла преуспеть в этом если бы перестала выделываться мы его дело не делает меня особенной дэвид ладно ну наконец-то хоть блин в этот раз он промолчал все можно ехать поехали уже чё стукнуться кулаком у кого к ставите жесть без ответа да пошел ты бля ты чё бля хренел слышь либо ты доводишь все до конца либо нет чё это было теперь мне не помешает душ какого хера то это не собирайся забрать свои инструменты каждому думу нужен свой хороший набор инструментов у нас как бы есть но спасибо короче он взял просто и посмеялся над вещью у уильяма ну сука гнида блин короче ладно погнали ну что погнали да погнали я сказал господи только не говори со мной я хочу с тобой поговорить бля нам обязательно любить не обязательно любить друг друга но ты будешь уважать меня насладись от отцовской фигуры так что есть пара вещей которые хочу прояснить раз и навсегда закрыть тему игнорировать и терпеть придется игнорировать терпеть джойс твоя мать она переживает переживает за тебя тебе тяжело пришлось не спорю но все эти гуляния допозна непослушание алкоголь баловство наркотиками бля как они свели челюсти вы посмотрите это лишь усложняет все усложняет для нее поставить на первое место кого-то кроме себя важнее короче для нее поставить кого-то на первое место кроме себя ясно выражаюсь я совсем спихнулась если думаю что частично согласно с дэвидом поняла уяснила спасибо нам действительно пора ехать мы поняли друг друга бля вы это видели просто это чё забыть приколы фейлы кантри отцу нравилась эта песня не понял ничего в прошлом опять я звонил сказать лишь что скучаю старый друг засидевшись снова допоздна я звонил на это слова я так понимаю песни и он там подпевает торцевой ключ уильям какого хера а может это воспоминание хуй что ли я в курсе для чего нужна свеча зажигания козел это кто козел то мама бы заставила его вырубить этот шлак будет будь она тут так хорошо мы с ним поговорим а давайте посмотрим что в этой сумке похоже мама забыла свою сумку в машине еще и презерватив чё куча просто целая сумка призиков нихрена себе мамка там походу отжигает будь здоров давайте поговорим пап сделай погромче а мне потише блин к сожалению вот так вот приходится забираю на милу из магазина чё ах сука что за выходи хвоя ты опоздаешь короче так понял мы просто в воспоминаниях побыли да да пофиг это пофиг вообще пофиг да пофиг пожалуйста что мы такие дерзкие ладно пошли привет а 2 да уж год лак синьорс синьорс для к короче как то так привет хвоя привет идет постой у тебя что у тебя с лицом может к тебе может теперь к медсестре надо а это ты еще того парня не видел значит это правда слышал у тебя была чумовая ночка все вокруг об этом говорят все вокруг могут соснуть сердца прошлую ночь не испортил ни один хейтер в соц сетях так что насчет бури театр блэквелла вообще свои вычурные краски да точнее я знаю что будет скучно но я подумал может сходишь со мной завтра свиданка типа звучит ужасно давайте дадим парню шанс у меня есть правило не ходить в школу больше чем нужно но посидеть на задних рядах не поражать на театралами может не такая уж и отстойная идея именно я тоже так подумал а ты чё тоже прогуливаешь что ли ладно увидимся на химии да конечно походу еще один прогульщик ну ладненько ладненько нужно найти стэфу забрать у нее мой диск до занятий время еще есть ну пойдемте тогда заберем что ли этот диск о нам стэф как раз и пишет так так это все было в принципе спасибо эй я у столиков для пикника с майками а с майки спасибо бегу ээээээээ где-то у столиков для пикника может оу давайте еще поговорим погубить проиграть проблема эта часть что боится вирджини вульф акшула чтоbean видите на litoral турель а я не думал о чем что ты делаешь в домашку. Обычно нет, но эта пьеса мне зашла. Что тебе в ней понравилось? Очень грустная. Она грустная, она смешная. Она грустная. Смысл служит в том, что отношения работают лишь в том случае, если партнеры готовы лгать друг к другу. Не уверена, шутишь ты или нет. Прости, я иногда немного тормоз. Я иногда немного стерва, так что все хорошо. Люди всегда так говорят, но я думаю, что на самом деле ты... Хорошая? Прости, Флоя, никто так не говорит. Я даже не знаю, о чем говорю. Не сомневаюсь. Так о чем, мы неправильный типоварент выбрали, что ли? Или что? Да куда ты пошла? Стой. Давайте еще тогда попробуем поговорить. Я правда ничего так не подразумевала. Ничего такого. Ладно, хорошо, с ней диалог тогда уже закрыт. О! А, сынчечка такая вот сидит наша. Здоровки, здоровки! Че, как оно? Нужно забрать все у Стэп диска. Наверняка занимается... Че-то, короче, там, ботаникой занимается. Взглянуть. Виктория Чейс. Я лучше буду блевать бритвами, чем заговорю с ней. Ну, бля, мать, готовься тогда блевать бритвами. А, Кэрри Прайс! Кэрри Прайс? Я Хлоя. Точно, я просто придуриваюсь. Люди воспринимают меня слишком в серьезности, как я выиграл награду юного фотографа Вестника за свою фотографию. Да ладно. Сядя с этим клубом ЦКОН, очень тяжело уговорить людей о... Но ты ведь... Короче, че-то я затупил тут немножко. Рэйчел Эмбер. Клуб ЦКОН награды юного фотографа Рэйчел Эмбер. Подожди, а что насчет Рэйчел Эмбер? Рэйчел выложил шикарное селфи, когда вы отжигали. Рассказывай. Слушайте, она тут даже милее как-то выглядит, эта Викуха-то... Чем в предыдущей части. Что рассказывать? Что рассказывать, Виктория? Это просто фото. Но она выложена на Фейсбук. Это уже по сути значит, что вы с Рэйчел лучшие подружки. Ничего мы не подружили. Так, что ей нравится? Ну знаешь, ей фетиш, наркота. А, я не осуждаю, долбанутое дерьмо. Что если она тусуется с тобой? Серьезно, я не знаю, почему ты болтаешь со мной о Рэйчел. Все ее любят, миленькая миссия совершенства. А ты ей походу завидуешь, да? Так ты завидуешь Рэйчел Эмбер? Вот что происходит. Понятно. О, блин, в точку попал. Боже, у меня нет на это времени. Я даже не закончила свое задание по химии. А ты тут. Ведешь себя, как ты. Фу. Начинается. Испортить ее домашку. И давай. Прости, Виктория, не хотела быть грубой. Знаешь, я... Я уже выполнила это задание. Хочешь, помогу? Ты помочь мне? Конечно. Последняя задача сложная, так? Если я правильно помню, ответ. Йод. Диспрозий. Поверила. Лохушка, блядь. Натрий, водород, Эрби. Вроде верно. Отлично. Эй, спасибо, Кэрри. Да пошла ты, блядь. Нет проблем. Сука, походка, блядь. Убийственная просто. То челюсть Дэвида, то походка Виктория. Ну ладно, ее еще походка, ну, куда не шло. Короче, ладно. Потопали забирать тогда диск. Ну и потопали тогда искать. Ну что, подружку с диском. А вот там, кстати, кто-то сидит. Можем пройти. Да, можем пройти. Вот, походу, они это как раз и есть. Да, вот Стеф и Майки. Майки. Я думал, что за Майки, блин. Я уверен, что Стеф и Майки играют за одним из... Черт там. Стеф и Гринч, и Майки, и Норт, главные интроверты Блэкфелла. У Стеф что-то вроде бизнеса. По продаже пиратских дисков другим учащимся. Хорошо, поговорите. Если бы я знал, что Небесный Мститель истекает кровью, я бы дал ему зелье. Это была проверка способностей. Проверка способностей? Это часть настолки. Тебе не понять. Хочешь поспорить? Играла когда-то. Хочешь поспорить? Отвалите, ботан, я знаю, что такое настолки. Круто. Принесла мой диск? Бегущий по лезвию в режиссерское издание. Вот. Зашибись, пять баксов, так? Оставь себя. Я просто рада, что кому-то нравится классика, и ты проспорила в режиссерскую... Попросила. ...р режиссерскую версию, где хреново за кадровый голос замечен отличной сценой. А основы важнее реальности, мой девиз по жизни. Яблочко. Ты знаешь о Рэйчел Геймер? Рэйчел Эмбер? Ты меня спрашиваешь? Разве мы с ней прошлой ночью на свиданку не ходили, или вы, типа, просто друзья? Сука. Спалили, бля. Короче, тут все уже, походу, знают, что мы там с Рэйчел тусовались, там туда-сюда. А тебе какое дело, мы не друзья? Ну, а тебе какое дело в натуре? Почему тебя это волнует? Стеф любилась. Флои, ты должна сыграть с нами. У меня сейчас нет пятидесяти часов, но все равно спасибо. Мы уже в самом конце игры, так что это займет минут двадцать. Чем еще заниматься перед уроками? Конечно, ни за что в другую... Давайте в другой раз с ними поиграем. Я не в настроении. Может, потом... Ты знаешь, где нас найти. Окей, друзья, ну что ж. На диске есть следующая остановка класс химии. Радость полные штаны. Чой. Короче, друзья, предлагаю нам с вами на этом серию закончить. Диск мы получили. Но в следующей серии тогда уже отправимся мы с вами в класс химии. И там, чувствую, будут новые приключения. Что ж, друзья, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем удачи и еще услышимся. Всего хорошего!